Всем добрый день, меня зовут Роман, канал Redecoration. Ребята, сейчас очень в тренде, в моде декоративное покрытие, это понятно, да, но с переливом и без. Но сейчас начали очень много спрашивать за матовое декоративное покрытие. Я никогда не снимал такое видео, просто смотрю сейчас один объект, второй, третий, то есть очень часто начало все это дело идти. Даже такого материала не было у меня на сайте, я заполнил его и на сайт. Вот, давайте все-таки посмотрим, что это такое и как оно выглядит. Значит, ребята, по нанесению, чтобы видео было короче, я покажу только последний слой. Здесь я оставлю потом в конце видео ссылочку на видео по нанесению оксамита, как обычный оксамит с большим переливом. Здесь идет все точно так же, значит, в первом начале идут два слоя праймера, хорошо закатали в цвет и нанесли один слой оксамита. Я наношу второй сейчас слой оксамита, вот один у меня уже нанесен, только для того, чтобы показать, как делается такой рисуночек широкими мазками. Значит, здесь рисунок создаем сразу. В отличие от того, когда мы делаем восьмерочки, наносим валиком, то здесь материала берем немного на кельму и сразу создаем рисунок, разваживаем материал. Вот, буквально немножечко я взял, да, и пошел. Значит, здесь все будет видно, каждый наш смазок от кельмы. Вот, каким-то таким образом и создаем рисунок. Не берем много материала, немножко, для того, чтобы не ждать сильно много, чтобы он нам не подсыхал, ну, не ждать долго его подсыхания, чтобы можно создать рисунок, чтобы его развалить. Оксамит такой материал, любой шелк, который при высыхании немножечко, как бы, садится. И когда вы делаете восьмерки, да, возможно, надо сделать пожирнее. Здесь, вот в этом месте, видите, даже сделал пропуск. Немножечко материала. Я понимаю, там сейчас на камеру не видно, да, в материале присутствуют металлические частички, то есть, куда мы их положили, туда нам рисуночек, поэтому нам его видно. Но на матовом, конечно, видно меньше, так как меньше перелива. Смотрите, вот эту сторону я уже половинку, будем считать, сделал. Поэтому себе для удобства я просто образец, чтобы не подцеплять здесь пыль снизу, переворачиваю. Не знаю, насколько вам видно, рисунок не видно. То есть, практически рисунок создается сразу. Здесь снизу добавил, так как мне же тоже свет отражает и сделал пропуск небольшой. Просто убираю, наплываю. Да, не делать длинные мазки, они будут некрасивые. Поэтому я взял кельму венецианскую поменьше размером, 200 на 80, а не 240 на 100. Все, вот видите, буквально капельку. И сейчас вторую половинку делаю. Все в реальном времени. Естественно, на стене вам будет проще, потому как объем есть объем, а образец есть образец. На образце, что всегда стараетесь и лучше сделать образец, и на образце мало места, и стараетесь много движений лишних делать. На стене это все дело, конечно, проще происходит. Но материал реально в тренде. Если у нас, считай, в селе, да, есть спрос. Излишки снимаю, когда разлаживаю в конце, чтобы не мешало, да, кельмочка чистенькая. У меня здесь вот есть небольшие наплывчики, попробую показать. Вот здесь наплыв, не знаю, насколько его видно. Вот такие наплывчики снимаю и в разные стороны растяю материал. Вот он, этот наплывчик, что я вам показал. Опять же, излишки снял. И куда-то этот материальчик разглаживаем. Все, буквально даже с видео, совсем занимает пару секунд мне. Тонкий слой, поэтому легко все делается. Не надо там долго ждать. Жирный слой пришлось бы больше. Все, сейчас буквально подсохнет, наверное, с полчаса. И покажу, чтобы в руки можно было взять. Как получилось, попробую снять, насколько будет видно. Итак, матовый оксамид у нас высох. Естественно, на нем нету такого перелива, как на обычных шелковых покрытиях. Там все-таки больше такой перелив материала, да. Этот материал матовый. Но каждый мазок у нас виден. Пробую все-таки показать. Не знаю, насколько будет видно, но я стараюсь. На стене, конечно, переливчики будут видны больше все-таки. Разные углы освещения. Но вот я, например, вижу отсюда тоже каждый мазочек вот такой. Можно попробовать, конечно, его как-нибудь и повращать. Вот так вот. То есть покрытие реально довольно-таки интересное и новое, свежее. Конечно, по желанию все это можно дело покрыть и воском. Кстати, вот этот вот цвет, это уже цвет. Я делаю образец на заказ на объект. Дизайнеры выбрали такой цвет. Ну, вот. Пробую так вот еще угол менять. С разной стороны виден разный рисунок. Как оно выглядит на объемах? Вот я повставляю немножечко фотографии, да, с одного буквально объекта. Здесь у нас матовый оксамит в сером цвете. Видите, здесь двери скрытого монтажа. Выглядит очень круто. Единственное, установлено освещение и подобран угол съемки для того, чтобы было видно рисунок. Выглядит, ребята, реально очень круто. Вот видно каждое движение кельмы. Ну, а на сегодня, ребята, у меня все. Ссылочку на материал, как обычно, я оставлю в описании к этому видео. Всем вам удачи и добра до новых видео.